Микс Ньюс Разворот У нас гости Ребята, а это я ломаю дверь Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире Разворот В студии Оксана Антоненко Звукорежиссер Евгений Копин И телефоны прямого эфира 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните, пишите нам в видеочате На портале Микс Ньюс ЛВ Присоединяйтесь В гостях у нас сегодня пока что только один человек Алвис Штендерс Представитель общественной организации Приют «Надежный дом» Добрый день Со временем к нам присоединится Сандра Залцмана из той же организации Говорить мы сегодня будем о беженцах В общем-то тема поднималась неоднократно Но насколько я понимаю Сейчас у вас появился особый повод Напомнить о себе Я напомню, что «Бежище надежный дом» Является той организацией, которая у нас В некотором роде отвечает За благополучие беженцев Или соискателей Статуса беженца То есть вы им помогаете менторами Вы им помогаете советами В общем, вы в курсе о том, как обстоят дела Что такое быть беженцем в Латвии И насколько я понимаю Сейчас в Сейме обсуждаются поправки К законам, которые некоторым образом Изменят жизнь беженцев Вот давайте, может быть, начнем с тех проблем Которые вас сподвигли Я так понимаю Лоббировать эти поправки Если это было все-таки С вашей стороны И какие проблемы они решают Да, вы совершенно правы Что наше общество действительно работает Долгие годы с этой целевой группой И, конечно, у нас скопился небольшой опыт И есть, конечно, и у нас такое мировоззрение Как, скажем, лучше помочь беженцам И тем людям, которые получили Альтернативный статус Но если говорить как раз о законе Как вы сказали, да Тогда я немножко уточню Что мы не лоббировали этот закон Но мы указывали, где есть, скажем, недостатки Что надо исправить Скажем так И, да, действительно Если не ошибаюсь Тогда позавчера уже было Выдвольно второе чтение в комиссии И там есть изменения Как раз по поводу По поводу выплаты пособий Я не знаю Мы будем, наверное, говорить о этом законопроекте И рассмотрим там, да Какие возможно будут Поправки, да Учитывая вопрос, да Хотелось бы поговорить о том Что все-таки меняется Ну, скажем так Что на данный момент Мы все Те, которые интересуются данной темой Очень прекрасно знают Что выплачивается пособие 139 евро в месяц Беженцу И 12 месяцев В свою очередь Человек, который получил Альтернативный статус 9 месяцев Выплачивается пособие 139 евро Каждый следующий член СЛИМИ Получает 97 евро Это всем ясно Это у нас в законе Что меняется И почему меняется, да Меняется То, что будет Возможно Что будет Два разных пособия Одно пособие Если я правильно переведу Будет Одноразовая финансовая помощь Которую будет Выплачивать Министерство внутренних дел Управление по делам Гражданства и эмиграции Возможно, да Но в свою очередь И второе пособие Будет пособие на проживание Ну, аналогичное пособие Которое они сейчас получают И что интересное самое Что вот это второе пособие На проживание Оно будет По сроку выплаты Сокращено До Беженцам до 10 месяцев В свою очередь Персонам, которые получил Альтернативный статус До 7 месяцев Какая сумма будет Это уже, скорее всего Будет отдельный Так сказать Нормативный акт Правила Кабинета Министров Где будет уже Эта сумма Обозначена И Я думаю, что в этом уже Правилах Кабинета Министров Будет уже указано Скажем Порядок Выплаты Условия выплаты И обязанности уже Человек, который получает Это пособие Зачем? Зачем? Очень просто За 139 евро В месяц Человек Выходящий Из Муценеки Может себе Обустроить жизнь В Латвии В Риге Не может Квартиру может арендовать Ну за такие деньги Я не знаю Ну может быть Комнату В квартире Возможно Да Ну Это невозможно За такие деньги прожить И что Что это поможет Это поможет Только, я думаю Решить один вопрос Это поможет Решить вопрос Как освободить Центр по размещению Ищущих убежищ Муценеки От тех Которые получили Уже статус Ну если Они получат Скажем Где-то примерно Ну я так Ориентировочно Где-то Примерно 300 Может быть Немножко больше Ну семей Если Тогда больше Даже получат Тогда они Они смогут Снять квартиру Они смогут Заплатить Первый Последний Месяц Как обычно У нас Когда арендуем Квартиру Спрашивают Ну там Депозит заплатить И так далее Это будет возможно Но что дальше У нас в студии Появляется Сандра Залцмана Здравствуйте Сандра Добрый день Мы вот С приятной Нотой Наверное Начнем И с вами Тоже беседовать Я наверное Сейчас Побуду Пару минут Адвокатом Ну например Нацблока И скажу Что Вот вы говорите За 139 евро Невозможно Начать Жизнь Ну ведь У некоторых Жителей Латгалии Например Которые приезжают В ту же Ригу Нет и 139 евро Для того чтобы Начать жизнь Почему мы должны В очередной раз Заботиться о беженцах Если мы о своих Не можем позаботиться Это я опять же Напоминаю Риторика в общем-то Не моя А определенного рода Политических организаций Что на это скажете Ну Кто Сандра Я тогда Ну Может Алвес Ну давай Я начну А потом уже Сандра отдышится И продолжит Ну во первых Надо скорее всего Иметь в виду Скажем Что эти люди Приезжают В принципе С двумя Чемиданами Лучшем случае У них ничего нет Я думаю Про беженцев Как раз Сейчас Да А у них ничего нет А у них нет Здесь не родственников У них нет Кто бы другой Кто бы другой Помог Да Значит Ну у них только Есть вот это пособие И конечно Наша организация Которая Всеми силами Им помогает В свою очередь Человек Человек Беженца И мы Я думаю Что не будем У него работодатель чтобы эту жизнь здесь, в Латвии, начать. И, как уже коллега сказал, нужно чего-то. У беженцев этого чего-то нет. Нет даже стартовой пачки, например, кровати или постельного белья и так далее. Так что это тоже нужно приобретать. Если насчет конкретного нашего парня Филлмана, он работал и у нас. Потом, когда уже был у него статус. И у вас он работал нелегально? Нет, он работал уже, когда у него был статус. Нет, я имею в виду не статус, я имею в виду знания латышского языка. Нет, он работал как переводчик. То есть переводчика можно и без знаний? Конечно, потому что его знания тигривского языка, они очень особенные. В принципе, в Латвии он был единственным, который мог сделать перевод с его родного языка на английский язык. Но, конечно, в Муцинеках есть эти латышские курсы 120 часов первые, когда они заезжают. Но их очень мало, чтобы человек, не знающий никакого-то связного языка, например, и выучил этот латышский язык. Латышский не очень-то легкий язык, если мы знаем. Но для этого нужно немножко больше времени иметь. Так и больше нужно времени, чтобы люди вообще узнали о Латвии. Потому что, говоря с беженцами, которые уже получили этот статус, первое, почему они вообще выезжают. Вы дали нам очень мало времени узнать и язык, выучить этот язык. А без языка, конечно, работу найти сложнее. Так все-таки, возможно ли решить как-то эту проблему? Может быть, вы пробовали поднимать языковой вопрос в беседах с депутатами? Потому что в нашей студии мы пробовали его поднимать. И депутаты говорили о том, что да, действительно, надо было бы открыть закон о госязыке. Хотя, с другой стороны, сейчас одни выборы, потом другие, потом третьи. То есть, в ближайшие три года ситуация будет, скорее всего, несколько накаленная. Может быть, не совсем удачная для закона о госязыке. Но так или иначе, что говорят вам? Я бы сказал так, что мы этот вопрос поднимали. Мы поднимали его и в рабочей группе, когда был план действия, когда работали над этим планом действия. Мы этот вопрос поднимали и поднимаем до сих пор, когда встречаемся с, скажем так, и в Министерстве внутренних дел, и в Министерстве благосостояния. Об этом мы говорим как общество. И? И? Сейчас решение таково, что предлагается сразу после получения статуса дополнительные курсы латышского языка в Агентстве по трудоустройству. Имеется возможность непосредственно сразу начать эти курсы. И дополнительно есть возможность три месяца еще и работать, но и обучиваться этим латышским языком. Планируется с Агентства по трудоустройству менять эту ситуацию, может, с каким-то пилотным проектом, где будет работодатель как ментор латышского языка, где обучаются уже непосредственно те слова, которые нужны в конкретное трудовое место. Но подождите, закон говорит о том, что вот должна быть корочка, должна быть определенная категория, в зависимости от профессии, даже дворником, не знаю, уборщицей, кем бы ты ни работал, все равно должна быть определенная категория. Уже выходя из муценеков, надо устраиваться на работу. То есть вот уже в этот конкретный момент категория должна быть на руках. Как это решать? В принципе, когда выходишь из муценекик, ты должен регистрироваться в Агентство по трудоустройству, где решаются эти все ситуации. Но проблема в том, что человек должен выбрать, он работает сразу, он живет и кушает на эти 139, или как он планирует свою жизнь здесь. Потому что обучение латышского – это опять или 120, или 240 часов, и для этого нужно все-таки быть доступным этому человеку время, чтобы он выучил этот язык. Это не очень-то легко, я скажу, это очень сложно. Пока ситуация не меняется насчет каких-то льгот для этой целевой аудитории, и пока я не вижу в будущем, как вы говорите, еще три года, я думаю, это пока еще не будет решен вопрос об облегчении. То есть проблема остается, решать ее никто не собирается? Решают другим способом, предлагая продолжить латышский язык. Да, понятно. А сейчас мы прервемся на новости и рекламу, вернемся буквально через несколько минут, не переключайтесь. Микс Ньюс. На балткоме «Разворот». Здравствуйте еще раз в эфире по-прежнему «Разворот» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копеин. И напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале Микс Ньюс ЛВ. А напомню также, что в гостях у нас Алвис Штендерс и Сандра Залсмана, общественная организация «Убежище надежный дом». Здравствуйте еще раз. Добрый день. И вот, кстати говоря, только что у нас был звонок сорвался. Ну, попробуйте еще раз. Пока ждем звонков, хотелось бы вот какой случай вспомнить, раз уж говорим о беженцах. Я думаю, что этот случай обсуждался довольно широко в латвийских СМИ. Где-то в районе, наверное, Нового года человек, приехавший в Латвию из Ирака с многочисленной семьей, получивший статус беженца, сразу покинул. Ну, практически сразу покинул Латвию и уехал в Германию для того, чтобы найти работу. Потом вернулся назад и заявил, что в Германии ему ничего не полагается, в смысле работать он там не может. Потом эта история получила продолжение. Некий владелец ресторана пожалел этого беженца из Ирака, предоставил ему работу. Правда, не очень высоко оплачиваемый. Там, кажется, было 400 или 500 евро. Проработав несколько часов, беженец из Ирака заявил, что работать за такие небольшие деньги он не собирается. И с работы ушел, несмотря на все предварительные договоренности. Насколько этот случай типичен? Вы думаете как раз о том, что они возвращаются и говорят, что не может там работать, или здесь не может, на месте не могут работать? Я думаю, что все это в целом. Насколько часто беженцы хотят уехать и почему? Насколько часто они возвращаются, потому что им вроде как бы ничего не положено в Германии? Насколько часто они не готовы работать за те деньги, которые им предлагают? Хорошо, тогда начнем, наверное, скорее всего с нормативной базы. Разберем немножко тогда по статусам. Всем тоже, я думаю, что кто интересуется этой темой, ясно, что беженцы и персоны с альтернативным статусом Латвии могут работать без ограничения. У них такое право есть. Вид на жительство временный или постоянный им выдается, и это разрешение на работу есть. В свою очередь, когда они уезжают из Латвии, значит там, в любой стране, куда они приезжают, им надо соблюдать местные законы, в той стране, где они приехали. Если там закон предусматривает какую-то регистрацию, какой-то, скажем, такой же процесс, как у нас, когда мы приглашаем из третьих стран, например, работодатель должен вакансию поставить в службе занятости 30 дней, чтобы она постояла, потом вызов делать и так далее. Определенный порядок должен соблюдать. То же самое в этой стране, в данном случае Германии. Я уверен, что там тоже есть определенный процесс, который должен он соблюдать. Процесс, но так или иначе, вроде как бы работать ему там позволено. По крайней мере, Алексей Димитров, советник Европарламента, бывший в нашей студии, и мы с ним обсуждали этот вопрос. Он говорил, что как бы можно вообще-то. Я согласен с ним, потому что я тоже уверен, что работать он может, но надо соблюдать немецкие законы. Так или иначе, он приехал назад, сказал, что, ну, опустим вопрос, почему, но ничего не нашел. Вернулся, нашел работу здесь, 400-500 евро, и работать долго не стал. Насколько это типично? В принципе, это очень нетипично, потому что основная категория тех, которые являются перемещенным в рамках программ, они большинство покидают Латвию, потому что время, то время, пока они живут в Латвии, это очень маленький срок, и они просто не успевают узнать о Латвии. Потом, конечно, получаете документы, и осозная эту реальную ситуацию, ну, финансовую, конечно, как я уже говорила, нужно уже перед тем выучить латышский язык, и потом только найти эту работу и вовлекаться в наш трудовой рынок. Они решают, большинство решают покинуть Латвию, кто куда, по последней нашей информации, да, они в основном едут в Германию. Почему? Потому что там у большинства есть какие-то уже родные, которые там основываются. А почему же они изначально тогда приезжали в Латвию? Это по программе перемещения, она идет по программе, они могут попасть в какую-то конкретную страну. А, то есть это лотерея, они, в принципе, не выбирают Латвию? Ну, не это наш вопрос, это подграничники эти документы рассматривают в Министерстве внутренних дел. То есть, подождите, насколько мы, по крайней мере, насколько я понимала из бесед с представителями соответствующих структур, с беженцами все-таки проводятся работы, им рассказывают, что такое Латвия, что, ну, вроде как бы они сами хотят сюда ехать. Ну, они выбирают эту страну, как ту страну, в которой они поедут, да, конечно, принимают дети. Так они выбирали ли это лотерея? Я могу добавить? Добавь, пожалуйста. Да, потому что как раз вчера, по-моему, было заседание комиссии САЭМ, и там представитель пограничной службы говорил следующим образом, ну, я так примерно, да, что им, скажем, предлагают выбрать страну, и они не могут так вот туда поеду, туда не поеду, туда хочу, туда не хочу. Получается, если не ошибаюсь так, что они могут отказаться от страны, которая ей предлагают один раз, и потом всё. Если вторую страну не принимаешь, тогда остаёшься в лагере беженцов. Но есть люди, которые выбирают вовлекаться в эту программу. Они делают выбор, что они будут те, которые примут, ну, как бы, поддержку Евросоюза, и будут рассматривать возможности из этого лагеря перемещаться в какое-то государство Евросоюза. Ну, как Алвес уже говорит, таких возможностей хочу, не хочу по выбору не бывает много. Если ты отказался, то следующая страна уже твоя. Хорошо, мы остановились на том, что большинство беженцев решают всё-таки покинуть Латвию. Когда они покидают Латвию, они получают наше пособие, или на какие деньги они продолжают жить? Да, в данной ситуации пока не будет изменения, про которые Алвес уже говорил, примерно апрель-май месяц, примерно, пока они получают. И те, которые будут получать, сейчас получат статус до изменения в законе, конечно, будут получать эти пособия. Но те, которые уже после принятия изменений будут получать этот статус, конечно, будут уже идти по изменениям этим. И, конечно, приезжая в другую страну, наше пособие им не будет выплачиваться, если они не будут работать и всё делать здесь, в Латвии. Насколько часто они возвращаются? Не часто, не часто, пока. Ну, то есть, есть один случай, о котором мы только что говорили. Есть ли ещё какие-то случаи, когда люди возвращаются? Ну, в принципе, те, которые получили альтернативный статус, им выдаются временные виды на жительство, и через год они должны по закону его продлить. Значит, они должны вернуться обратно. Приедут через год они обратно, не приедут – это уже другой вопрос. Но, чтобы продлить вид на жительство, чтобы легально жить, скажем, в Евросоюзе, в Латвии, они должны продлить вид на жительство. А с юридической точки зрения, получив статус беженца или альтернативный статус в Латвии, им надо как-то приходить куда-то отмечаться? Потому что, ведь, если они покидают пределы страны, то они не могут сообщать нашим службам о том, что они, ну, хотя бы живы элементарно. Ну, в принципе, если по закону смотреть, да, тогда если, скажем, да, это одно, что они должны вернуться обратно и перерегистрировать вид на жительство, да, а такой отдельной регистрации, да, что выезжают, если не ошибаюсь, тогда нет. Они, конечно, должны зарегистрироваться в новое место, где они приезжают и где они живут, да, там они должны зарегистрироваться, и тогда, возможно, что мы узнаем, Латвия узнает об этом, да, но так, в принципе, нет. Да, но после изменений в законе регистрация будет в агентстве по трудоустройству, и если они регулярно не будут зарегистрированы, как положено, например, раз в месяц, конечно, эта ситуация очень быстро откроется, что они недоступны Латвии, они за границей. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый день. Добрый день. Добрый. Вот скажите, пожалуйста, а почему из Эстонии ни один перемещенный беженец не уехал? Из Литвы вроде бы тоже не уезжают, а из Латвии все бегут, как крыши с корабля тонущего. Спасибо. Я, наверное, отвечу первое, потому что это не очень-то правда. Конечно, масс-медиа не пишут много о Эстонии и Литвы, но, конечно, с Эстонией тоже уезжают, может, не так, как я тут только говорила, что очень многие из Латвии выезжают, но из Литвы тоже. Но Литва очень мало приняла пока беженцев, и тут вообще нет разговора о том, что какая-то интеграция началась. Но более глобально об интеграции говорится, говорит как раз Эстония, и больше этих средств и помощи. Например, у них есть и квартиры, где они дают жить беженцам, что вообще у нас пока такой ситуации нет, и мы должны искать через социальные сети и так далее жилье для беженцев. Там есть система более корректная для этих людей, которые приняты в Эстонии. Да, и опять такие отзывы насчет заседания комиссии, да, и опять пограничная служба там нам рассказывала так, что в Эстонии, да, действительно им даются квартиры, и Эстония начала принимать беженцев и давать статус где-то в мае-апреле прошлого года. И Эстония оплачивает год вот это проживание. И был такой ретерический вопрос. Посмотрим, что будет после апреля и мая в Эстонии. Когда это пособие, оплата квартиры закончится, да, тогда увидим реальную ситуацию, модель Эстонии работает или не работает. В принципе, это очень логично, если продолжение идет не только материально, но и вот, например, или, как мы говорим, посередине какая-то есть пуссель мая, которой мы можем дать возможность людям сразу не работать с многими проблемами, потому что, как мы говорили, латышский язык – это первое. Но если нужно думать уже более обширно про разные проблемы, и тем более, если есть еще дети, ну, с моей точки зрения, конечно, помощь от государства, например, в жилье, какой-то период, например, 3 или 6 месяцев еще дополнительно после, как они покидывают Муцины, это был один из вариантов, как возможно им еще продолжить эту опорную систему. Вы обсуждали этот вопрос с муниципалитетами или с министерствами, или с Сеймом, с кем-нибудь? В рамках одного проекта, который мы реализуем, это информационный центр для иммигрантов. Мы работаем уже с прошлого года, мая месяца. У нас есть такое мероприятие, где мы вместе с беженцами едем в разные самоуправления, не только, конечно, Рига, это за Ригой. И когда это самоуправление, люди, которые работают там, видят прямую этих людей, они видят, что они абсолютно не отличаются никак, они могут задать напрямую вопросы. И обе стороны, знаете, это позитивный такой фидбэк, который идет от этой связи, да, изменяется отношение к этой группе. А сколько человек из этой программы уже покинули муцинеки и живут самостоятельной жизнью? Или еще никто не успел? Пока это пять человек, которые сейчас за пределами муцинеки, как одна семья и двое отдельных людей. Где они живут, чем занимаются? В Риге. Семенин, это мужчина, работает в миграционной службе и у нас как переводчик. Девушка, которая сейчас пока при юте живет, она обучивается латышскому языку. И который, еще один парень, он сейчас пока еще не решил, что пока делать. Ну, то есть, я так понимаю, эти пять человек решили здесь остаться и все-таки не ехать в Германию. Знаете ли вы их истории? Им действительно некому ехать? Или в них патриотизм какой-то сработал к новой стране? Я думаю, это опорная система от тех, потому что это был их выбор остаться здесь. Но сразу поспешили помощь еще и миграционная служба, и мы, чтобы человек стал самостоятельнее, более, не только получая это пособие, но и получая заработную плату. И когда уже тебе еждемесячно идет какая-то заработная плата, ты все-таки можешь и обеспечить свою семью, и квартиру оплачивать, и так далее. Это очень важно для каждого, который взрослый человек. С какими проблемами сталкиваются бывшие жители муценеков, то есть, обладатели статуса беженства, когда они оттуда выходят? То есть, мы понимаем, что есть проблемы с языком, это одно. А есть ли какие-то проблемы с дискриминацией, например? Чувствуют ли они какое-то неравное отношение? Жалуются ли они, может быть, о какие-то оскорбления или что-то подобное со стороны местного населения? Потому что, насколько я понимаю, учитывая те страны, из которых приезжают беженцы, по ним все-таки по виду можно понять, что человек не местный. В нашем опыте, да, ну сколько лет мы работаем? Почти 9 лет работаем. Но открытой дискриминации, так как таковой, не было. Ни одного случая не было, что у нас клиент бы жаловался, что меня вот как-то унизили, дискриминировали и так далее. Но были отдельные случаи, да, когда мы искали квартиры, да, и там люди боялись от статуса беженца. Но когда рассказывали, что такое беженец, и откуда ему деньги, возможно, что будут, и что квартира будет оплачена, и что он легально здесь в Латвии проживает, люди думали, что нелегально, если беженец, то он нелегал какой-то, да. Тогда отношение менялось, и да, и можно было уже договориться и говорить, да. Так что да, открытой форме дискриминации нельзя сказать, что такое было. И очень мало людей, которые отличаются по виду. Это, может быть, больше те, которые приезжают из Эритреи, они немножко, ну, такая тёмная кожа, да, но все остальные, они очень похожи. Сирия и Ирак, они как бы тоже не блондины, скорее всего. Да, но ничего не отличается от наших грузинов, например, абсолютно нет. 672-12-93-9, 672-13-93-9, у нас ещё звонок, добрый день. Добрый день. Вопрос о том, что в Литве беженцев мало, в Эстонии ещё меньше, у нас хоть сколько-нибудь да есть. В своё время Латвия мошенническим путём облакрала Евросоюз, обозвав русских граждан иммигрантами, получив на их интеграцию почти 40 миллионов евро, которые никуда не пошли. Может ли это влиять на то, что Латвия теперь не имеет права ни отказаться, ни как-то поменять условия приёма беженцев, будучи виновным в таком мошенничестве перед глазами Евросоюза? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос, но, к сожалению, на этот вопрос мы не сможем ответить, потому что мы представители негосударственной организации, и такие вопросы не в нашей компетенции. Я думаю, что это вопрос или к Министерству внутренних дел, или кому-то выше. Спасибо. Ещё звонок у нас. Добрый день. Добрый день. Говоря о политике принятия беженцев, вопрос у меня такой. Как вы считаете, что, не дай бог, если бы ситуация была такая, чтобы европейцам бы требовалось сбежать, скажем, в Ирак, в Сирию и так далее, как бы там относились бы к нам? Спасибо. Ну, очень трудный вопрос и такой интересный вопрос довольно-таки. Ну, я, наверное, скажу немножко по-другому. Я не знаю, как сирийцы и иракцы относились бы к нам, если мы приехали туда, как беженцы, но, разговаривая с нашими клиентами, что же Сирия из Афганистана, из Ирака, из других стран, они благодарны Латвии, что мы их приняли. Они благодарны Латвии, что мы им дали статус, что они могут здесь проживать, могут проживать в Евросоюзе, в том числе и в Евросоюзе. Конечно, та помощь, которую мы им предлагаем, они, честно говоря, что это неадекватная помощь, им надо побольше. Но благодарность за то, что они могут жить в мире и спокойствии, они такую благодарность выражают. Каждый, почти каждый выражает. Такой ситуации, но я думаю, мы бы действительно хотели получить самое лучшее, и поэтому с точки зрения нашего общества мы стараемся в рамках разных проектов как раз и уделить свое внимание, наше знание, и сколько мы можем помочь этим людям, чтобы, не дай Бог, если бы мы в такой ситуации попали, с надеждой, что мы получим то же самое обратное. Вы говорите, что отношения людей меняются, когда они знакомятся с беженцами напрямую, а вы не пробовали привезти этих беженцев, ну, допустим, на заседание комиссии Сейма, профильные, где есть представители того же нацблока, например, которые очень яро противостоят какому бы то ни было увеличению помощи в сторону беженцев. Вот с политиками вы их знакомили? Знаете, политикам есть очень большие возможности поехать на месте, рассмотреть, например, как... Ну, они у нас занятые. Нет, они выезжают на выездные сессии, они выезжают довольно часто, и они видят эти обстоятельства, и им абсолютно доступен разговор напрямую с беженцами. И как меняются у них отношения? Про это они могут говорить сами. Я думаю, что всегда, когда ты узнаешь кого-то лично, оно никак, эта ситуация не может пройти мимо, чтобы это не зацепило за тебя. Тем более, если ты видишь, что люди не хотят сидеть на пособии, что они хотят решения реальных своих проблем насчет языка, насчет работы, и то, что дает возможность им стать самостоятельным. А вопрос безопасности, который обсуждался очень много и упорно в контексте приема беженцев, были опасения, что у нас, ну, не то, что повторится Кёль, но что-то нечто такое подобное возможно, тем более, что какие-то сообщения о каких-то случаях домогательства поступали и из Финляндии, и из других стран, которые начали принимать беженцев. Как с этим дела обстоят? Удается ли в прибывшем объяснить, что женщина в Латвии – это не совсем то же самое, что женщина в мусульманской стране, например? Ну, вот как раз в рамках наших проектов, которые мы реализуем под управлением Министерства культуры, у нас есть пять таких сессий, которые мы встречаемся с этими людьми и говорим о разных тематиках, в том числе и о тех, которые мы называли, и о дискриминации, и о роли женщины и так далее. У них есть разные вопросы, уточняющие о том, как это, например, по закону, как оно смотрится, но всегда ответы есть, потому что специалисты, которые работают с беженцами, уже они работают долгосрочно. Ну, одно дело сказать, другое дело сделать так, чтобы человек понял. Это всё-таки, наверное, серьёзные перемены для менталитета. Наверное, это не так просто. Знаете, я немножко по сравнению. Если мы говорим уже взрослому человеку «не иди, вот красный свет горит», есть человек, который будет сразу «а, не надо идти через дорогу», есть люди, которые не поверят и будут бежать через дорогу. Вот это то же самое. Человек должен понять, что это нужно для него самого, что это очень будет, например, следить за какие-то органы, если он будет поднимать руку на жену или на детей. И это у нас очень строго. Ну, хорошо. Это что касается мужчин. А что касается женщин, там ведь тоже определённый менталитет. Насколько им удаётся объяснить, что с мужчиной можно спорить, что ты теперь на равных? Какая там реакция следует? Ну, я ещё раз напомню, что те, которые приезжают по программам перемещения, очень мало времени сейчас живёт в Латвии. И всё, конечно, не успеть за три месяца сделать. Я думаю, если бы такие проблемы поднялись сейчас, и как социальный работник, социальные менторы, которые ежедневно бывают с этими семьями вместе, мы бы увидели, что такая проблема есть в семье, и старались бы выяснить, почему вот такая проблема, и объяснить ситуации, как это работает в Латвии. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что в гостях у нас были представители общественной организации «Убежище. Надёжный дом» Алвиш Чендерс, Сандра Залтсман. Спасибо, что пришли. Спасибо. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссёр Евгений Копеин. Всего доброго и до свидания.